Здравствуйте! В Хабаровске стартовал конкурс социальных проектов. Его победители, как обещают организаторы, получат даже денежные призы. Кто может участвовать, какие номинации будут представлены и другие подробности конкурса узнаем у Дениса Щелкина, главного специалиста отдела по связям с общественностью администрации города. Денис Владимирович, приветствую! Здравствуйте, Марьяна! Расскажите нам, что это за конкурс и кто в нем может участвовать? Городской конкурс «Хабаровск. Город. Социальных проектов и возможностей» проводится с целью привлечения внимания общества города Хабаровска, органов власти, средств массовой информации к деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, также жителей города с активной жизненной позицией. В конкурсе какие номинации предусмотрены? В номинации будут представлены три номинации. Первая – «Здоровая семья», «Здоровый город». Вторая номинация – «Защищенное детство». И третья номинация – «Наследие». Данный конкурс проводится впервые? Нет, данный конкурс проводится уже не впервые. Хотелось бы остановиться подробнее. Например, с 2015 года были представлены очень хорошие проекты. По всем трем номинациям. Номинация «Здоровая семья», «Здоровый город». В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на развитие социальное и психологическую поддержку семьи, развитие здорового образа жизни семьи, развитие психоэмоционального здоровья жителей города. Кто победитель в этой номинации был? В этой номинации был победителем государственное учреждение дополнительного образования Центра военно-патриотического воспитания «Взлет». Какую работу они представили? На конкурс была представлена работа, называлась «Мировая мама». Данный проект включал в себя организацию проведения занятий с молодыми семьями, которые нуждаются в социальной поддержке. Также с молодыми мамами, которые ожидают, что у них родится ребенок. И с теми мамами, которые уже воспитывают детей, маленьких детей, которым необходима помощь. Что-то они не знают, касаемо воспитания, здорового образа жизни малыша. То есть консультации педиатров, массажистов? Педиатров, массажистов были приглашены, также в качестве преподавателей были приглашены специалисты медицинских учреждений. Благотворительность была оказана, помощь финансовая? Да, оказывалась финансовая помощь. И где-то подкупались какие-то вещи необходимые. Чьими силами? Силами непосредственно некоммерческой организации. То есть она реализовывала проект, который впоследствии мы уже оценивали на конкурсе. Хорошо, давайте перейдем к другой номинации – «Защищенное детство». В рамках данной номинации поддерживаются проекты, направленные на реализацию и работу с детьми, с беспризорными детьми, которые остались без родителей, которые сейчас находятся в детских домах. Также направлена эта работа на профилактику асоциальных явлений, то есть наркомания, токсикомания, табакокурение детское, допустим. И также на развитие дополнительного образования с детьми. Кто победитель в этой номинации? Что они сделали? В данной номинации был признан победителем автономной некоммерческой организации, Центр информационной поддержки развития Хабаровского края, гражданские медиа. Были сняты 20 видеосюжетов, рассказывающих о жизни детей, которые сейчас находятся в детских домах. Детки сами о себе рассказывали, рассказывали о своей судьбе. Посредством вот этих уже 20 сюжетов, они были направлены в социальные сети, сети интернет. Также был организован организацией канал, видеохостинге YouTube, на котором эти 20 сюжетов было показано. По итогам вот этой всей проделанной работы, уже 11 сейчас детей обрели уже новые семьи. Денис Владимирович, фрагмент одного видео у нас есть, я предлагаю показать нашим зрителям. Давайте посмотрим, с удовольствием. Просто папа сказал, иди куда хочешь, и я пошел. Ну там гулять иди. А потом ему сказал, когда 5 лет прошло, иди, давайте отвезем этот. В приют, а то здесь там скучно, там дома скучно. Рома у нас поступил в июле 2012 года, и вот сразу с этого времени начали с ним заниматься. Он контактный, то есть нашел контакты как со сверстниками, так и со взрослыми. И даже в школу он приходит, ребята, начиная от малого до великого, Рома, здравствуй, так за руку официально, Рома, здравствуй. Я уже грамотный, грамотный, потому что у меня целых 24 грамота. Мальчик очень контактный, доброжелательный. Он со всеми детками в группе ладит. Он очень активный, всегда принимает во всех мероприятиях участие. У него очень хорошая память. Всегда с первого раза заучивает стихи. Он даже и на флейте у нас умеет играть, ходит на музыкальный кружок. В школе всегда его хвалят. А когда у нас сон и час, я всегда засыпаю. Когда обед, я всегда засыпаю. Еще умею заниматься делами, раскрашивать. Он ласковый, он сразу обращает внимание на ласку, на комплименты, как это ни странно. Он очень чуток к добрым словам. Единственное, многих пугает его маленький рост. Но, несмотря на это, он всех перещагаляет, как говорится. Просто папа сказал, иди куда хочешь. И я пошел. Отличную работу проделала некоммерческая организация. Вот как сложилась судьба Ромы? Рома после данных видеосюжетов опрел уже сейчас на дом и семью. Мальчик уже по-другому смотрит на мир. Он уже доволен. Мы узнавали некоммерческой организации. Также еще 10 деток получили. То есть он в числе этих 11 счастливцев? Да, в числе этих 11. Но на данный момент все равно работа организации ведется. Также продолжается именно в этом направлении. И мы ожидаем, что и все остальные детки также обретут новые семьи. И в номинации «Наследие» кто победил? Победителем была признана Хабаровская городская организация, Всероссийская общественная организация ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И данный ролик им был представлен. Военно-исторический фильм, документальный исторический фильм «Все для победы». А где демонстрировался этот фильм? На какую целевую аудиторию он рассчитан? Данный фильм был, ясно с целевой аудиторией, он рассчитан в основном на молодежь. Воспитание патриотизма, любви к отечеству. И демонстрация была проведена на Хабаровском телевидении. Неоднократно этот фильм все-таки выходил. А также в кинотеатре «Совкино» демонстрировался именно вот этот фильм. По итогам работы, даже сказать, этого фильма было получено много благодарности от ветеранов, пенсионеров города Хабаровска. Фильм получился очень качественный. Да, очень хорошо были освещены исторические события. И непосредственно именно устами ветеранов, которые именно в годы Великой Отечественной войны пережили сами вот эти моменты, все было доходчиво доведено до зрителя. Денис Владимирович, вернемся в сегодняшний конкурс. Сколько заявок уже подано, до какого числа подробности? На сегодняшний день подано по секрету уже две заявки уже от некоммерческих организаций. Но некоммерческая организация активно консультируется, готовит свои проекты, вносит какие-то корректировки. Ну, допустим, по итогам прошлого года, по секрету тоже опять же скажу, все несут практически в последние дни. До этого времени они все оттачивают, оттачивают свои проекты. Какой срок у них остался? До 24 августа мы будем принимать заявки на участие в конкурсе. А как некоммерческая организация может заявить о своем желании участвовать в этом конкурсе? На конкурсе некоммерческая организация подготавливает пакет учредительных документов своих, а также заявление с указанием той номинации, в которой она будет заявлена на конкурс, принято участие. А каким образом они могут презентовать вам реализованный свой проект? Презентация проходит следующим образом. На конкурсную комиссию представляются документы, допустим, это будет благодарности от юридических, физических лиц, какие-то буклеты, брошюры по проекту. Также приветствуется на конкурсе показ видеосюжетов. Это видеоролики, фотоотчеты, допустим, да, и флайеры, буклеты. Вот это все будет оцениваться. Заявки куда необходимо подать? Заявки на конкурс подаются по адресу город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 30, кабинет 214, до 24 августа включительно, в рабочие дни с 9 до 18.00. Чтобы подниматься заявки. Какой приз? Самый главный вопрос. Это денежный приз? Да, это денежная премия, предусмотрена по этому конкурсу, а также награждение специальным дипломом. Сумму не озвучите? Сумма порядка 100 тысяч за первое место. В каждой номинации? В каждой номинации, да. Около 100 тысяч. Пока это не точно, но примерно такая сумма. Спасибо вам большое за информацию. О конкурсе социальных проектов, заявки на которые принимаются до 24 августа, нам рассказал Денис Щелкин, специалист отдела по связям администрации города. Верим в добро, творим добро. Спасибо, что были с нами. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!